А я вас снова приветствую на пустоши и мы снова в приме. Почему? Потому что я готовлюсь потихоньку к тому, чтобы играть в казино. А это казино разблокируется только после прохождения небольшого такого мини-квеста. Просто о котором нам никто не скажет, пока мы сюда не вернемся сами. Что ты делаешь здесь? Это наш казино, пункт. Мне нравится думать, что мы преследователи войны, которые успели избавиться после капитации. Я не знаю, как долго это будет, пока легия пройдет в реке, но точно не хочу, чтобы не стоять в униформе НЦР, когда они приехали. Блин, мы снова потеряем. Мы слышали, что Прим был в порядке для выбрания, поэтому мы подумали, что мы могли сюда приехать и уничтожить какие-то пустоши. Вот только сюрприз-сюрприз. Наличие шерифа вообще ни к чему не приводит. Разгребать нам все это дело придется нам. И это будет последнее, что ты слышишь. Парня прям жестко зацепила. Кстати, берет, обычный, дает харизму? Да ладно? Офигеть. Слушайте, я не знал, что в игре есть головные уборы, которые дают харизму. Ну, по крайней мере, на таком этапе игры. Так что это было удачно. Ну и да, я теперь взял этот плазменный вместо своей винтовки ковбоя. Потому что урон у нее больше, ДПС лучше, все лучше. Из разряда убейте меня, да? Мне вот любопытно очень, работает ли перк на беззаветную преданность, или как он там звучал, с как раз-таки вот этими товарищами. Кстати, потайной пещерный склад сто лет назад там были, не смогли открыть. Давайте зайдем заодно. Там сейчас койоты, наверное, какие-нибудь нападут. Нет? Эм... О, выдубленный камень. Даже разбираться не хочу, кто там в кого стреляет. Тут на этом складике должна быть книжка, помнится. Ну, антирадиационный костюм, понятно, но у меня он уже есть. Так, силовой кастет у меня валяется в ящичке. Починим. Че-то не вижу. Стоп, стоп, стоп. Вот он. Ха. Порядок. Ну, на полигон, я думаю, мне бесполезно пытаться соваться, который там был. Даже с рейнджерами все равно запинают. Так. И еще я упустил один момент. Вот здесь, недалеко от хребта, была зона отдыха. Я ее тогда проигнорил, а там был учебник. Ты еще и ногу сломал. Так капец, от них теперь толку. А, ну и да, я еще вот эту херню наконец-то купил. На всякий случай, конечно, больше. Но вот весит она 7 килограмм. Это уже, блин, не на всякий случай. А при достаточно размеренной стрельбе ты даже не успеваешь просесть, кстати. Я что-то думал, будет хуже. Просто эта штука, она позволяет как зажать и стрельба, и стрелять. А если стрелять одиночными, то, в принципе, ничего особо страшного не происходит. И палить действительно можно. Так, сейф, херня. О, как раз пистолет с подзарядкой, которым все это дело чинится. И вот, собственно, то, зачем я сюда пришел. Просто, конечно, надо понимать, что у этой штуки урон раза так в полтора почти ниже. И это чисто совсем мелочевку отстреливать, на которую патроны жалко. По-моему, больше тут ничего интересного не должно быть. Ух, ёлы-палы. Как же глючит-то, а? Вот это уже, я не знаю, лень или не лень, потому что, ну, не бывает так, что вот абсолютно пустые стоят, которых вообще ничего не осталось. Ни кровати, ни матрасов, я не знаю, вообще ничего. Так, ну ладно. Вот, кстати, вот этот Колвилл Бэй, по-моему, там нихрена нету, поэтому я лучше и дергаться не буду. Ладно, пойдем теперь от квартиры Репкон. А, нет, стоп, я же еще хотел навестить этот 188-й Иванпост. Точно, я обещал его. Главное, его время вспомнить. И как-то подлатался немножко. Не, они похожи. А вообще, я бы по-хорошему занялся тем, чтобы начал сотрудничать с лагерем Макаран. Насколько это возможно. Потому что там есть несколько нейтральных квестов, с которыми вполне можно было бы заморочиться. О, ящичек. Шикарно. Только чувствую, мне уже надо место докупать тут. Да, веществ, конечно, много. Но, по крайней мере, сейчас немножко разгребем. А, нет, это я Буну отдал. А, нет. Продолжение следует... 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 Что за кодекс? Ааа, кодекс! Если в него есть, то мы должны убедить его. Если в него нет, то не важно. Он также документирует нашу историю. И часть того, что скидки, как я, делают, это обновление. Хм, я думаю... Ну, то что она всего лишь песец, это конечно да. В этом плане, если сравнивать все остальные игры серии Fallout, где у нас были напарники из Братства Стали, обычно они были паладинами. То есть Fallout 3 и Fallout 4. Не, они наверное будут это, если я переработал фаундерские аксиомы. Нет, нет. Мы только защищаем людей от себя. И только в смысле, что мы не позволим им 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 очень хорошие премьерские аксиомы. И иногда, это больше, как мы защищаем себя от них, и надеемся, чтобы их отлезать, и становиться собственными судьбами. У нас есть люди идти в рогу, и начали помогать людям. Один чаптор был маленький цивилизм. Это она про Fallout 3 опять же отсылает. Потому что в этом плане, конечно, беседка отошла от основного канона. Потому что там, в третьем фалаче, все-таки братство именно выступило как прям защитники угнетенных. Потому что Elder Lions тогда как раз таки и вещал про то, что вот у людей больше не на кого рассчитывать, и это должны быть мы. И не все поэтому были довольны, и поэтому сформировался так называемый круг. Стали. Но поскольку я в третьем прошел только основной сюжет, я особо про них ничего не могу сказать. Только что встречались они на пустоши, и вечно меня с говном смешивали. Словами. Но не нападали. Так. Почему братство заинтересовалось невадой? Это было реально. Мы слышали румы, что это работало. Я думала, что мы могли это поставить. И может быть также что у нас в то время было в том, что важно. Мы взросли в Хелиопс 1, и НСР взросли в том, что мы все в том, что не далеко. Все хорошо и плохо. Это как большая ручка так. Элайджа. Он был наш дождь, когда мы взросли к технологии. Он просто работал так. естественно. Он научился много от него. Но он начался с другими мировыми. с и создавал новой технологии. И есть другие вещи, которые связаны с этим. с с с с и с и с и с и с и с и г с с с с с инструменты походу на них тоже. Ну на самом деле я не помню Вероника или кто нас учит но есть какой то прием кулачный у братства наверное просто нужно 50 ближнего боя набить это факт да на мохаве очень трудно найти платье очень это найти не проблема теперь-то я уже знаю где ой Не так, что я знал, но Элижа была в некоторых случаях, как я бы думал, что он был родителем. Это было по его requestу, в самом деле. Он открыл его с другими родителями. Какой-то. Они отправили его на взгляд в дам. Было время, когда я просил его следить. Посмотрел его в работе. Он сделал. За годы он боролся с Канцелем. Он научил меня спросить свою сторону. Вместе с тем, он стал более оттуда, чем все их. Вместе с тем, он просил его остановить. Вместе с тем, он просил его остановить. Вместе с тем, мы получили сообщение, что Н.C.Р. получил дам. Он был ужасен. Он называл «чилдер» играть с бомбой. Но он был ужасен, потому что мы потеряли его силу. Что для того, что он использовал его? Он даже не виноват. Они осторожны. Когда они обнаружили что-то, они обеспечивают его. Учатся свои ограничения. Учатся свои ограничения. Учатся как сохранить его. Учатся. Учатся свои ограничения. Учатся свои ограничения. Учатся свои ограничения. Продолжение следует... 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 Так, ну и силовой шлем, да. Это ей смело можно отдавать. Просто подошла до... Подошла, догибалась до Вероники. НСР будет цивилизировать всю эту землю. Прим-это только начало. Хм. Как же, конечно, шлем силовой брони на обычной броне смотрится нелепо. Металлическая броня какая-то вообще облегченная, переоблегченная, если честно. Больше всего защищены только ноги. Надо вернуться все-таки, наверное, в Рипкон. И забрать там этот. Можно тебя поднять? У него еще хуже все. У тебя навык ремонта вообще ужасный. Ты кто? Самуэль Керр, к вашим услугам. Я и моя дочь Мишель управляют здесь этим прекрасным заведением. Мы пришли из Прима где-то месяц назад. Не выглядит прям как что-то, но это сабо по себе та еще местность. Почему ушли из Прима, а то я не знаю. Мишель и я used to run a little shop down in Прим. Of course, there was a prison break north of town. A bunch of inmates got out, and they just about shut down I-15. Так, у них был маленький магазинчик в Приме. Но там произошел прорыв в тюрьме к северу от города. И куча заключенных приперлась туда. И практически перекрыли шоссе 15. Ну и когда движение начало задыхаться, мы собрались и отправились искать покупателей. Мы достаточно быстро ушли из города и... Не шанса, чтоб мы там оставались. И почему же бизнес здесь хорош? А то нам Мишель не сказала. Потому что это единственная возможная остановка. Когда 15-е шоссе заглохло, 95-е стало главным маршрутом до Стрипа. Бар прямо здесь. Это то, где все останавливаются. И одним или другим путем они все равно здесь сидят. Господи. Короче, так или иначе, они будут здесь пить. Шикарно. Так, дай-ка я у Вероники шлем возьму. Наверняка его можно починить. Потому что этот шлемак на последнем издыхании. Прям. У него 10 стейков из геккона можно стырить. Неплохо. И сколько... Ты тысячу хочешь за спочинку сраного шлемака? Ладно. Ладно, по крайней мере он спит, а значит у него будет проще стырить. Офигенно. Не, я люблю тех торговцев, которые спят. Потому что в отличии, например, от торговца в аванпосте Мохаве, он никогда не спит. А вот она как раз таки вполне-вполне. Так, тут как минимум есть еще с кем пообщаться наверху. Потому что тут два торговца. И что, за это даже карму не дают? Не то, чтобы сильно хотелось, но все же. Так, запомним, что тут есть тарелки. И вот здесь был еще такой странный-странный ребенок, если я правильно помню. Александр, что ты такой агрессивный? Как будто ты представляешь, что такие оружейники. Ну, расскажи мне о них. Оружейники, они занимаются этим почти столетий. Предоставляют скорострельную смерть на кончике пальцев твоей руки за скромную плату. Мы выставщик номер один для НКР по оружию и боеприпасам. Ты можешь называть нас неофициальной частью армии. И шо ж вы делаете? Я продавец. Я периодически наведываюсь в Маккаран и в дамбу примерно раз в неделю. И подбираем какие-нибудь там заказы для нас. И в последнее время я большую часть провожу именно здесь. И с тех пор, как 15-е шоссе, значит, заглохло, все караваны проходят здесь прямо ко мне. И я постоянно поддерживаю свои запасы, чтобы встречать все возникающие запросы. Да, здесь воняет, но со временем дела пойдут лучше. Расскажи мне о караванах оружейников. Да, не о чем особо говорить. Брамины наши нагружены оружием и большая толпа вооруженной стражи обеспечивает сохранность груза. Эти небольшие оружейные ящики прямо здесь, они нагружены взрывчаткой. Если пытаешься залутать один из наших караванов, это ничем хорошим для тебя не закончится. И, собственно, они не занимаются энергооружием. И почему нет? Ну вот, все, кто пытается караваны водить с энергооружием, оказываются уничтожены. И я решил, что это достаточный намек, кому что. Сперва мы думали, что это братство стали. У этих ребят всегда был стояк на энергооружием. Так, мне нужен бонус к оружию. Еще в пять. И, походу, кроме как через журнал, я это не смогу набить. Потому что головной убор дает восприятие... Хм... Точно. Нет, походу, оружие от ловкости скалируется. От ловкости. Вряд ли у меня есть какой-нибудь препарат, повышающий ловкость. Это раньше было просто ловкость набрать через психа. Бафаут тоже ловкости не добавляет. Ладно, прочитаем журнальчик. Военное обозрение. Я думаю, что парень вроде тебя даст хороший выбор убийственного оружия. Ну, ты, возможно, прав. Я люблю собирать все моды для оружия, которые мне попадаются. Взгляни. Ну, давайте. Аж четыре тысячи крышек. Уже внушительно. Батл райфл. Батл райфл. Триста восьмой калибр. А вот сервис райфл, который мы недавно подбирали. Блин, всего четырнадцать урона. Ёлы-палы. Саут-карабин. Десять урона. Ёлы-палы. Что это за урон вообще? Десять, блядь, за пульку. Дрововик караванщика. О! О, вот эту штуку я себе хочу. Но она требует аж семьдесят пять взрывчатки. И, к сожалению... К великому сожалению, стоит, как я не знаю что. Так, модули. Ствол для револьвера. Магазин для охотничьего дробовика. Ствол для гранатомёта, который немой. Компенсатор отдачи. О, ложа для винтовки ковбоя уменьшает вес. Круто. Только я только что отказался. Револьверный барабан более крутой. Всё. В принципе, не очень густо. Так, а что-нибудь по патронам у тебя есть хорошего? Так, это я не то выбрал. Ху-ху-ху. Куда тебе столько гвоздей, блин? Это, короче, он уже продаёт боеприпасы из ДЛС. Это ракеты вот эти. Я хочу с этой штучкой побегать, потому что тогда проигнорировал. Так, это ракеты полноценные. Это мини-нюк, твою мать, 400 за снаряд. А-а-а, ты ещё за снаряд. И 40-мм граната, да. Вот это уже разговор. Вот это я, наверное, купил бы. Но это стоит почти косарь, блин. Ладно, пока... Пока будем считать, что пойдёт. И где я могу палочку купить ещё оружие? Торговец, который она? Хм. Привет, мистер. Я надеюсь, что ты хорошо делаешь сегодня. Че, и все? Ничего себе. Другие люди говорят, что это то, что кто-то может делать, если они смотрели больше, чем они говорили. Я знаю, что это правда. Я вижу много. Я думал много. Есть много, что слышать через 188, тоже. Это может быть зависит от того, чтобы думать. Это что-то на голове на голове на голове на голове на голове. Это работает реально хорошо, но я не могу думать, когда это на голове. Реально думать, я имею в виду. Реально думать. Реально. 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 Что ты хочешь мне думать? Я могу думать о тебе, здесь, или везде. Что ты хочешь? Хорошо. Я возьму мне медицин. В твоей face делает думание. Два к голове. Одна к голове. Одна к голове. Реально. 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 точно в этом месте. Реально. Реально! Реально. ядерные в принципе ничего крупного в автомат не залезть ланчбокс что-то прям минимум нормального лута разве что довоенные деньги что тоже кэш я просто хочу именно подкопить побольше бартера навык и тогда уже их всех обналичить как-нибудь тут на самом деле очень много домиков которые вообще никак не отмечены которые тем не менее могут быть доступны для посещения вот в этом плане иногда можно профукать кое-чего нам конечно все равно потом придется их посещать уже в рамках квеста просто в локации фиксированы они не меняются и можно просто их банально не терять из виду так а вот около входа в лагерь маккаран я помню вечно были черти да они сейчас есть ого ну давайте смотреть что тут от кого осталось тут где-то еще должно быть здание офисное в котором легкий блять пулемет да это серьезное дерьмо я вам доложу на весит пятнашку но магазин на 90 снарядов это конечно что то так это нк ровцы тех кого они стреляют я не вижу надо только добежать хотя бы сперва точку открыть а но ну Слышу пальбу, но не более. Офис Бензин Крик. По-моему мне надо как-то по-другому называлось, чтобы здание. У вас уже все под контролем? Ну ладно, я тогда просто возьму это. Опаньки, блядь! Кребаный бот... Держите, гранатомет, держите! Мне нужен его, гребаный гранатомет. Все лучше, чем потом покупать с нуля за тучу крышек. Гранатометик, дорогой! Да, он полностью разломан оказался в хламину, но это не важно. Важно, что он у меня теперь есть. А я уж знаю теперь градацию из ремонтников, которая может мне помочь с его починкой. Так, насосные станции мы будем в рамках квеста посещать, поэтому сейчас я их даже заходить не буду. Где там вход был в этот офис-то? Гранатометик, ёптый! Не знаю пока в кого я из него буду лупить, но буду. Тут как раз-таки весь лагерь макаран. Его проблема в том, что рядом вот эти черти, они почему-то упорно на них нападают. Казалось бы, где в этом логика? То, что они просто наркоманы и им пофигу? Потому что я бы на месте чертей наоборот. Операции перенес куда угодно подальше. Если я правильно помню, здесь будет просто куча крыс. Если я правильно помню. Или богомолов. Одно из двух. Чего? Чего ты орёшь, блядь? Окей, можно орать. Господи, даже таракана эта штука не может убить с одного выстрела. Это как-то вообще грустно, если честно. Не, ну просто, блядь, тараканы, то круче. Так, век рыцарей. Тут в основном больше ничего полезного. Ну, по-моему, здесь где-то должна быть какая-то книжка заныкана. Может, на втором этаже? Гидра. Для этого и надо периодически проверять туалеты. Дай угадаю, здесь женский. Который потихоньку затапливает уже пару столетий. И что, всё здание, что ли? Оказалось, тут был второй этаж где-то. А, походу, реально вот тупо ради журнала. Хоть бы колу какую-нибудь уникальную положили, я не знаю. Хоть что-нибудь. Ну, нет, значит нет. Я в любом случае отвлёкся. А, вот, офисы Elite Technologies. Вот что мне нужно. Вот там, да, там уже то, что я ищу. Не помню, что именно, но это одна из книжек. Тут трупики, кстати, валяются. Получится у меня их не нахватавшись достать? Наверное, нет. А где скафандр у Эда, походу? Чтоб не тебе скинуто такого. А где скафандр у Эда, походу? Кстати, не помню, может кастет чинить шипастый кастет или нет. Лучше взять. Тручье лопать. Субтитры сделал DimaTorzok Однако факт, что у нас сейчас очень большой дефицит по весу Во многом, конечно, просто из-за того, что я на себе много тащу и сансапарилы, той же многострадальный Но при этом практически не получаю урон Извиняюсь Да-да, братство тут Ёпаный шашлык Ого тут спарило Что? Кто? Че? Не трогать моих рейнджеров Выядрить вас тут Ну, у Вероники все под контролем Конечно, в силовой броне гонять муравьев это сильно Отсутствует источник питания Так, че тут у нас? Век рыцарей еще один Ножик Ложка Так Снова не работающий Здесь тоже глухо Под столом вроде бы ничего Где? Вот в этом здании я прям уверен, что есть А, вот он Полицейский будень Нет, это тоже Того Журнал Так Так, в комнате с запада Входы в юго-западном углу Перед автоматом с ядер-колой Автоматы с ядер-колой были Че, вот здесь, что ли? В этой Юго-западной Угол Перед автоматом То есть на полу, что ли? Блин, ведь тогда его могли просто и пнуть Куда-нибудь спокойно Я не вижу Хоть убейте, не вижу Ладно Зайдем Точнее Потому что торговец из джангтауна Мне прям каждый Нужен Нужен А, ну да, да, да Может он Не знаю Под столиком Где-нибудь Вот заныкали-то, блять Ну ладно Хоть нашел Так, муравейник нахер Теперь мы идем в лагерь Гольф И я, наверное, вернусь на 188 Мне надо перетасовать Все барахло, которое у меня Есть сейчас Ну что ж Потопали в лагере Гольф А ты вообще кто такой Он говорит вроде как Про последователи апокалипсиса Но я вообще Что-то первый раз Того чела вижу Ну А я пока Кстати, кто-нибудь Хотя, кто? Я ж не стримлю Мне интересно Какое вообще свойство У патронов Именно Микроядерного аппарата Которым стреляет Эта шляпа Если оно идентично Базовым эффектом Энергетических патронов То есть Минус 2 ПУ В принципе нормально Там какой-то челик Стоит, пьет Подойти пообщаться Что-ли Прим Прим Тут еще где-то Должны быть Так Ванпост Последователи Это мы отметим А я вообще Ищу фермы Издольщиков НКР Потому что Там тоже Книжка есть И квест Который как раз Таки связан Был С той семьей Которую мы спасли В Лагере Легиона У реки Просто я почитал На вики Там пишут Что типа Если Тот квест Сделать первым Ему будет вообще Пофиг Хочу проверить Исправилось Это у меня Какими модами Или нет А так Все что я помню Что этот Аванпост Последователей Нужен для квеста Вероники Вроде больше Тут ничего Интересного Быть не должно Доктор Альварес Который вообще Невозможно Поговорить Ну и да Три кровати При условии Что у вас Тут ребят Пятеро Наводит на мысль По идее Гольф Это вот это Здание В чем Такое Редкое чувство Когда безопасная Зона Кстати Здесь же Вроде НКР Оперирует Попробовать Может Запросить Что-нибудь Озеро Лас-Вегас И лагерь Гольф Флажок Флажок Тут главное На озерников Каких не нарваться По хорошему По хорошему Тут все Должно Быть Прикрыто Силовой Костет Это Хорошо Тир Если я правильно Помню В лагере Гольф Есть один Квест Который Можно пройти Разными Макарами Либо Заставить Их Всех Сдружиться Либо Соответственно Рассорить Нахрен Что тебе Друже Что-нибудь Знаешь О своих Товарищах Мы не Особо Разговариваем Но Есть Тут Один Я Не знаю Даже Как Это Переводится Имя Или Не Переводится Поин Декст Короче Он За Умный Товарищ Оханар Это Значит Вообще Слабак Который Не Годится Для Того Чтобы Сражаться И Есть Мэг Как Бы Это Сказать Она Годится Для Чего Другого Чем Для Солдафунства Понимаешь Звучит Как Отряд Победителей Да Они Мне Не Нужны Я И Сам Справлюсь Что Ты Можешь Сказ О Лагере Гольф А Что Ты Хочешь Узнать Все Это Место Было Для Таких Богатеньких Говнюков Еще До Войны И Теперь Когда Тут Рейнджеры Заглавных Что Они Дают Нам Обычным Пехотинцам Мы Живем В Палатках Как Неожиданно Что У Тебе Что 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 Вы Вырос Недалеко От Могильника Это Тоже Привет Классическим Фоллаутом Конечно Слышал О нем Немного Людей Знают Об этом И Не Скажем Что Это Было Какое Хорошее Место Для Того Чтобы Растить Детей Поэтому Я Присоединился К НКР Чтобы Вырваться Оттуда И Тем Не Менее У меня Там Осталась Семья Я По Нем Скучаю Почему Ты В армии Мы Только Что Узнали Ох Чувак Это Долгая История Уверен Что Хочешь Об этом Слушать Он Значит Когда То Был Частником Банды Мотогонщика Это Один Из Чертей Местных Которого Которого Нам В итоге Скажут Убивать И Кстати Да Я Не Могу Просто Взять И Убивать Чертей Потому Что С ними Есть Еще Сторонних С С Великими Ханами Поэтому Надо Надо Собраться Дотопать До И Начать Сотрудничать И После Этого Мы Тогда Смело Берем Контракт На НКР Валим Чертей Раз И Навсегда Надеюсь Зарабатываем Себе Репутацию И Наконец Ну В общем У него Был Короче Торчал Он там Потихоньку И Его Девушка Тесса Сказали Как Мы Можем Подвисать Но Потом Началось Серьезное Дерьмо Тесса Должна Принес И Нас Но Она Никогда Принес И Тесса Должна Была Принести Больше Ну Да Короче Она Была Наркодилером Но Она Не Вернулась И После Этого Вообще Не Было Как Раньше Потому Что Никто В Чертях Он Долго Не Задерживается Потому Что Там Как Это Счастливые Концовки Не Приняты Это Ты Помираешь Либо От Химии Либо От Пули Ну И Один день Я просто Я просто Пошел На фрисайд И Пошел На фрисайд Ну И Один день Я просто Сказал Да Пошло Оно Все Я Свобрал Вещи И Пошел На фрисайд И Когда Я Уже Был Там Я Знал Что Мне Нужны Какие Никакие Крышки И Это было Очень Тяжело Начинать Сначала Прям Очень Тяжело И Мне Пришлось Сделать Очень Много Грязных Услуг Чтобы Ну Выживать Черт Дай 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 Вот Тебе Бесплатный Совет Никогда Никогда Не думай Занимать Деньги В Омерти Это Одно Из Трех Казино На Стрипе Потом Как-то Ко Мне Подошел Просто Вербовщик И Рассказал О Службе В НКР Вот Шпел Не Уверен Как Переводится Будем Считать Что Он Дал Ему Цель Ну Я Об этом Долго Думал И Решил Что Да Давайте Попробуем Потому Что Мне Нужны Крышки Ну И Вот Я Здесь В общем Типичная История В плане Того Что Когда Ни Хрена Не Умеешь Нужны Деньги Ты Идешь В Армию А вот Мэкс Почему-то Пошла В армию Наверное Был А Ну да На русском Боже Я Слушаю Я Редко Читаю Нюрина Уже Оттуда Встречались Ну и, собственно, вот эти ребята, их можно заставить сплотиться, либо окончательно рассориться. Но чё-то я не помню, кто из них даёт этот квест вообще. Потому что я помню, это прям в виде квеста должно было открыться. Так. Блин, тут столько всего. Но эти ребята меня стоп-одово сейчас запинают, да? Вот мой блюститель морали, блин. Вероника, втащи. Пойнт Декстер. Ну да, так и перевели. Пойнт Декстер. Пойнт Декстер. Пойнт Декстер. Пойнт Декстер. Пойнт Декстер. Ну, в общем, ты хочешь не отсвечивать. Я тебя, в принципе, понимаю. Пойнт Декстер. Пойнт Декстер. Ах, вот это тот добряк. По-моему, кстати, он должен быть квестодателем, нет? Чё ты расскажешь о своих товарищах? Как ты оказался в армии? Ну, так случилось, что у нас был плохой урожай несколько лет назад. Отец сказал, мы не сможем всех прокормить, что иначе мы будем голодать. И поэтому мне пришлось пойти в армию, чтоб моя сестра могла не голодать и нас всех не убили рейдеры. Я тут за правым делом, чтоб позаботиться о семье. Но это реально тяжело. Он считает, что это вообще Бог его так решил в жизни поучить. Кстати, наверное, это первый персонаж, который его упоминает за всю игру. Так подумать, если... Но не волнуйся, я знаю, что буду в порядке, Бог за мной приглядывает, так написано в Писании. Ну, удачи тебе, парень. Псалм 23, verse 4. Псалм 23, 4. Если даже я пройду через путь теней и смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной и что-то там еще, что меня утешит. Почему ты так боишься сражаться? Я не боюсь. Я просто не люблю страдать людей, это все. Я не привык к этому. Это... Довольно. Но я должен научиться. Да не боюсь ей. Мне просто не нравится идея причинять боль другим. Не привык я к этому. Это... Это чужеродное мне. Но надо учиться. Что расскажешь о лагере Гольф? Ну, хорошее место. Здесь действительно мило и нас не беспокоит Легион. Ну, что тебе еще о себе-то рассказать-то? Ну, я был... родился на ферме в Калифорнии. Ничего особенного. Просто я, мама, папа, мои двое сестер и где-то сорок акров кукурузы добраминов. Ну, у нас не было когда-то особых проблем. Ну, не считая вот последних лет, тогда я записался и меня отправили в Нью-Вегас. Ну, и Рейнджер. Да вы уж определитесь, блин. Где-то тут еще один должен быть. Их пятеро, если я правильно помню в отряде. Блин, сколько тут всего, я и забыл. Надо будет реально этих ребят уволить, наверное, нахрен. Попробуем в палатке тогда пообщаться. Можешь тут нам поставить задачу. Еще один в Маккреди. Капитан из Биттер Спрингс нуждается в подкреплении. Можешь поделиться? Не буду отправлять сюда солдат НКР по просьбе первопопавшегося бродяги с пустошей. Но охуеть теперь. Я пришел в сопровождении двух солдат НКР, Мазерфукер. Это твоя черная жопа, чем себя возомнила. Хорошее дело браком не назовут, он их в принципе никак не говорит. Магкреди. 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 Но для остальных, я не вижу много надежды. Я буду делать их формироваться, если это убит меня, хотя бы. Или их, для того чтобы это было. Я бы скептику на спорта самому. Я просто надеюсь, что они это сделают, пока это пришло. Вы можете попробовать, в смысле. Может они услышат кого-то, кого они не видят как правительный. Какая авторитетия. Магкреди. Это моя жизнь. Я уничтожил, когда я был 16 лет. Я не знаю, как сделать что-то еще. Да, ну, я не хотела быть промышленным в поле. Я не уничтожил, чтобы двигаться. Ха. Так. Я вот пытаюсь вспомнить, от чего же зависят вот эти вот... Ё-моё, тут всего. Ё-моё, тут всего. Как устоять-то нахуй? Тут уже одними цитатами из Библии не поможешь. Ещё и журнальчики. Блин, я тут всё натырю. Так. Вот. Поговорите с новобранцами, значит. Вот теперь начинается уже реальный разговор. Так. Сержант сказал, что надо пообщаться и вам нужно уже встать в строй, как полноценные солдаты. Блин, ну ты ж вроде такой молодой парень. Неужели ты всю жизнь хочешь вот так жить просто во имя пенсии? Ну... Свои встали неудобные и нечислили. Я вам спасибо, чтобы оставить их себе. А что вы предложите? Хм... Пропозиция интригующая. Репортации компания на компьютерном системе в ресурсе. Если вы хакете систему, вы можете разрушить наши рекорды. Такой попытки, however, это возможно заставить действия для этого. Можете заставить ее в силу. Отлично. Рекорды кастриновской команды могут быть обозначены на двух терминалах в ресурсе. Терминат главного терминала в лобби или один из закона в обратной офисе. Терминат главного терминала обычно не обозначена, но также в среднем древности огромной торговли. У вас нужно быть узнал, чтобы обозначить их. Терминат главного терминала установлена, но вы можете получить более сложное время обозначить его. Звучит как план. С остальными могу пообщаться. В принципе, звучит достаточно злодейски. Давайте сделаем это. Вот здесь, конечно, блин, трёхэтажный здоровенный дом. Как неожиданно-то. Вот этот, что ли, терминал? Неудовлетворительно по стрельбе. Чудо, что ноги не поотрывали. Демонстрирует значительные успехи стрелковой подготовки, так и с ближним боем. Меткость возросла на 35%. Действует слаженно, совместно. Отлично. Полковник Березовский одобряет. Тактически грамотное использование оружия. Рекомендации есть. А почему конкретно у меня упала сейчас репутация в НКР? Из-за того, что меня видел они всё-таки? Или как? Да, это просто меня палит мои же. Ладно, отпускаем их, значит. Идём до конца. А, то есть так я отпустил только солдата. Попытка нам Бату. Нет, смотри-ка. Всё равно дурная слава получена. Блин, так не годится. Я не хочу себе дурной славы. Неужели нету другого пути? Так, что ты можешь поделиться? Этому отряду нужно просто немножко доброты. Ну и тупизм. Мне жаль, что ты так думаешь, но я за тебя помолюсь. То есть я думаю, что я должен найти способ для отряда, как именно подружиться. Но если они узнают, что эта идея моя, её вряд ли воспринут всерьёз. Так, какие у нас ещё, значит, есть варианты? Так, что ты мне можешь сказать про это дело? Нам нужна храбрость. Прям чуть-чуть так храбрости, понимаешь? И я знаю точно, что нам нужно, чтобы сделать это лучше. Верни мне на это. Я знаю точно, что нам нужно для этого. Поверь мне. У меня прям есть нужные препараты для того, чтобы всё это дело соблюсти. Походу, он хочет их на наркоту посадить. Психо, чувак. Психо, чувак. Психо, чувак. Видишь, я обычно играл с фиендами, но я всё равно получил их. А если ты смолил что-то в это дело, то увидишь улучшение. Угу. То есть ты предлагаешь, чтобы я с вами поделился психа для того, чтобы добиться результатов, да? Дай поспрашиваю остальных. Да, что-то. Потому что это звучит тоже достаточно злодейски. А вот у тебя, я не помню, какая мысль. Ну, а она предлагает тупо муштру. Ну, муштра звучит средняя. Но не лишено смысла. Ну, давайте попробуем её вариант. Нет, это всё равно значит не то. Ладно, ещё. Хотя, на самом деле, на данный момент я ничего не теряю от того, что я просто всех выслушал. Можно сохраниться. Давай на стрельбище. Господи, я такой главный, что капец. Помогите новобранцам научиться лучше стрелять. Я сам-то едва умею, ребята. Просто берёшь... А, ну вот как раз скейтир-то этот. Сейчас не дадут какие-нибудь тренировочные патроны, там винтовку, ещё что-нибудь. И как именно моя помощь должна быть? Занять позиции так, чтобы прикрывать друг друга. Сосредоточиться. Ядрить я умный. Не торопитесь, выбирайте цели. Если стрелять в одном управлении, никогда не попадёшь. Стрелять вдохновенно. Я реально не уверена, как это работает. Это было... ...что... Ладно, я понял, я понял. Значит... ...этот вариант именно требует, чтобы у тебя уже были хоть какие-никакие навыки. Которых у меня нет. И мне впадло журнал для этого читать. Ладно, давай. То есть он меня подправляет как раз в Ред Роке для этого. Ну вот я как раз сюда хотел сходить, всё сходится. Но он предупреждает, что да. Если будет психа, больше уже ничего не будет. Ну вот. Давайте реально так сделаем. Потому что я такое не пробовал. С тренировкой всё понятно. Всё скучно и всё пошло. А вот до Ханов добираться, это конечно... Да, это надо вот весь вот этот путь пройти. И вот здесь вот вход. Вот здесь. А по пути будут грёбаные кассадоры. Вот здесь даже когти смерти могут... Можно нарваться. Ух, будет, блин, сейчас жопа. Но нас четверо. Надеюсь, что-то выйдет. Плюс Вероника потанкует. Я и броню починил немного. Так. На кладбище Дутни вроде не отреспаунилась. Рейнджер, не уходи. Оставайся со мной. Так. Лагерь Ханов надо обязательно навестить. Потому что там они нас тоже попросят заняться наркокурьерством. Пойдём во все тяжкие. Надеюсь, рейнджеры НКР не будут нападать на Ханов. Кстати, реально, блядь, а вдруг они будут? Вот тогда будет жопа, конечно. Блядь, уже по кому-то стреляют. А, ну это-то ладно. Вот, рейнджер, ты что-то стоишь-то, дура. А, она под текстурой проваливается. Точно. Ну, в общем, факт, что тут этот пистолетик точно не актуален будет. Поэтому меняем на плазму. Но начинать, естественно, будем с этого. Ну и что вы стоите-то все дебилы, я не понимаю. Я один их не вывезу. Я это понимаю прекрасно. Вот гнездо. Значит, где-то должны быть и твари. И вот, походу, твари там, да? Вероника, прием. Ты в порядке. Не нагнетай. Да заебали. А почему впереди показывает что-то дружелюбное? А, птичка клюет Хана. Или кто это там? Просто сожженное тело. Ну, я думаю, имеется в виду, что типа на солнце. Погодите, палатки какие-то. Посмотрим в этот лед. То есть где-то не будет. Мы вернемся.